Ольга Гер 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 Насколько велики мои полномочия Но слуги подчиняются По крайней мере Их женская часть Мужчины же выполняют приказы свекрови Она пользуется большим уважением Чем я Именно ее следует опасаться В первую очередь К тому же она ненавидит меня Чтобы это понять Не надо обладать Особой проницательностью Но несмотря на все Свалившиеся на меня неприятности Я наслаждалась новой ролью Мы с малышом играли И смеялись до упаду Пока няня не сказала Что Ивору пора обедать Я отпускала его неохотно Вбирая в себя любовь ребенка Как губка в воду Кто знает Увижу ли его еще Чуть дверь за няней и мальчиком закрылась Как я потребовала у служанки зеркало Оно отличалось от привычных Бронзовое С резной рамой и ручкой Отражение получилось неясным И искаженным Но мне хватило На вид мне лет двадцать Неожиданное омоложение А еще я сбросила килограмм пятнадцать Не меньше Новое тело было стройным И гибким Я и в лучшие годы Не могла похвастаться Столь тонкой талией И длинными волосами Внешность походила на мою Я не испытала шока Не узнав свое отражение Но главное Это тело способно рожать Оно уже произвело на свет сына И в состоянии выносить Других детей Мое заветное желание Исполнилось Остался сущий пустяк Выжить Глава третья Мирный совет Чтобы себя занять От безделья В голову лезли Пугающие мысли О грядущем суде Я заговорила Со служанкой Имя которой Подслушала Из ее разговора С другими Руна Обратилась к ней Откуда ты? Я родом Из Ригии Миледи Она отвечала Опустив глаза в пол Это на юге От Ибрии Я присмотрелась К женщине У нее были черные волосы И смуглая кожа Тогда как у местных Включая меня Волосы с рыжиной А кожа светлая Незнакомые названия Мало что мне сказали Но представление о мире дали В первую очередь о том Что этот мир Не мой Как ты сюда попала? Морем Прошептала она Похоже здесь все Так или иначе Прошли этим путем Вздохнула я Вспомнив колодец С соленой водой Который оказался Вовсе не колодцем Мой корабль Разбился о скалы Я выжила И стала рабыней Руна кивнула На окно Я поежилась Представив Через что прошла Руна Не хотела бы Очутиться на ее месте Я посочувствовала ей В какой-то степени Мы обе здесь заложницы Вы никогда раньше Мной не интересовались Добавила рабыня Я изменилась Я пережила сущий кошмар Это заставило меня По-другому взглянуть На жизнь Сочиняла на ходу Расскажи о родине Попросила Руна Такой шанс Узнать о мире Хоть что-то Грех упускать В моей стране Много солнца Она мечтательно Прикрыла глаза И света Люди там улыбаются И смеются Похоже это Отличное место Так и есть Кивнула Руна Скучаешь? Она как-то Странно на меня Посмотрела Словно я шпион Выведывающий Тайную информацию Следующие слова Руна произнесла Совсем другим тоном Чересчур Серьезным и сухим Что вы, миледи Я счастлива Что попала В Эбрию Теперь это мой дом И я люблю его Сказанное От начала до конца Было ложью Но кто я такая Чтобы спорить? Ты много Где бывала В Эбрии? Спросила о другом Только здесь В крепости рода Арвид Такие, как я Не путешествуют Какой в этом смысл? Чем другие крепости Отличаются от нашей? Да и опасно это Кланы воюют Между собой С тех пор Как Не стало короля С его уходом Жизнь в Эбрии Стала хуже Неудивительно Что люди до сих пор Молятся о его возвращении Я не дышала Так заинтересовал Меня рассказ Столько информации В паре предложений Особенно привлекла История о короле Но услышать ее В этот раз Не довелось В дверь постучали Впервые За все время Прежде все Только и делали Что входили без спроса Явился слуга С обедом Еда была простой Овощное рагу Немного мяса Кажется кролика Или кого-то похожего И чай из трав Все без соли С сахара Очень пресно Я едва Притронулась к пище Из-за волнений Кусок в горло Не лез Вы недовольны Миледи Алиана? Спросила Руна Как ты меня назвала? Вы не запрещали Произносить Ваше имя? Изменилась В лице рабыня Конечно Не запрещала Поспешила ее Успокоить А то еще Лишится чувств Но лучше Зови меня Анна Мне так больше нравится Миледи Анна Послушно повторила Руна Удача Что мое старое имя Пусть и частично Совпадает с новым Если выживу Постепенно Переучу всех На свой лад Ближе к вечеру За мной явились Те самые Молчаливые двое Что сторожили меня С тех пор Как я очнулась В кровати с трупом Они куда-то Повели меня Пока шли Я осматривалась Но глядеть Было особо Не на что Кругом камень Стены Пол Потолок Все из него Серый Или коричневый Гладкий От времени А еще Холодный Местами Покрытый Инеем Шаги Отдавали Сехам Разносящимся Далеко И это при обуви Из мягкой кожи В редких Залах Которые мы Миновали Было чуть веселее Присутствовала Мебель Обычно Столы Да лавки И обязательно Камины Они Сердце Любой комнаты Источник Тепла И света Навстречу Часто Попадались Люди Кто-то Одет Попроще Кто-то Побогаче Но и те И другие Приветствовали Меня поклоном Судя по тому Как люди Вели себя Со мной От них Утаили Что меня Подозревают В убийстве Мужа Но о самой Смерти Уже Известно Повсюду Печать скорби На лицах На черных Скатертях Что накрывают Столы На приспущенных Знаменах Скрыть Само убийство Не удалось Как свекровь Не старалась Мы прошли Длинным коридором С горящими На стенах Факелами Через ряд Помещений В одном Из которых Жарили свинью Прямо в камине И Наконец Прибыли В зал Со стульями Кроме них Здесь ничего Не было Внимание Привлекало Разве что Отсутствие Одной из стен Ее Заменяли Колонна За которыми Был обрыв И море Этакая Средневековая Веранда Только прогуляться По ней Совсем Не тянуло Отсутствие Перил И ледяной Ветер На корне Убивали Желание Полюбоваться Видом Одиннадцать Стульев Со спинками Выше Человеческих Голов Стояли В ряд По стене Напротив Колонн На спинках Стульев Синие Знамена С изображением Медузы Под рисунком Надпись Видимо Девиз Но я не могу Прочитать Недостаточно Хорошо Знаю Язык На стульях Сидели Одиннадцать Мужчин Возрасте Перед ними Стояла Мать Убитого Других Свидетелей Не было Меня Меня тоже Поставили Лицом К заседающим Суд Начался Первый Взяла Слово Мать Погибшего Она Выступала В качестве Прокурора Я Гунхильда Дочь Зигмунда Жена Альфа Мать Вилфреда Торвальда И Давена Обвиняю Алианну Дочь Освальда Жену Вилфреда Мать Она Все Говорила И говорила Перечисляя Имена Исключительно Мужские Складывалось Впечатление Что женщин В этом мире Не существует Или Они Не считаются Людьми Достойными Упоминания Наконец Она Перешла К сути В том Что Она Убила Моего Старшего Сына Вилфреда Тайона Этой Крепости Главу Рода Арвид На этом Моменте Я Навострила Уше Вот И раскрылась Тай Название Тайон Это Глава Крепости Похоже Я была Женой Местного Начальника Ключевое Здесь Слово Была Она Зарезала Его Во сне Как Скотину Свекровь Злобно На меня Покосилась В то Время Как Он Спал И Был Беззащитен Гунхильда Ничего Не забыла Упомянуть И то Что Я Была Наедине С мужем Спальни И то Что Мои Руки Испачкались В крови Мужа Уверенность С которой Она Обличала Меня Не оставляла Шансов На Помилование Я Я Не сразу Сообразила Что Старец В центре Обращается Ко мне Невиновна Заявила Выпрямив Спину До хруста В позвоночнике Твои Оправдания Я Любила Мужа Мы Много Лет Прожили В браке Я Родила Ему Сына Я Надеялась Что Не ошиблась В предположениях О жизни Прежней Себя Вроде Все Сходилось Муж Обеспечивал Меня Всем Что Я Пожелаю Я Была Хорошей Женой Зачем Не Убивать Его Но Тайон Вилфред Между Тем Мертв Заметил Старец Как Это Возможно Кто-то Пробрался Ночью В нашу Спальню И зарезал Его Пока Я Спала Рядом Он Нарочно Оставил Меня В живых Чтобы Подозрение Пало На Меня Я Крепко Спала И Проснулась Лишь Когда Закричала Служанка Почему Вы Не Обвиняете Ее Зачем Она Пришла В спальню Она Явилась Разбудить Тайона Как Он Велел Накануне Отмахнулась Свекровь Может И так Согласилась Я Спасая Себя Подставлять Незнакомую Девушку Не Хотелось Сама Как Нибудь Выкручусь Но Она Зашла В спальню Без Препятствий А Значит Мог Войти Убийца Старцы Погрузились В раздумья Пока Гунхильда Сверлила Меня Неприязненным Взглядом Она Не Ожидала Что Я Выступлю В Свою Защиту Что Ж Я Полна Сюрпризов И Не Собираюсь Сдаваться Без Боя Пока Старцы Совещались Гунхильда Шепнула Мне Не Надейся Выкрутиться Тебя Признают Виновной И Я Буду Просить Оправе Лично Столкнуть Тебя Со Скалы Как Мать Убитого Я Имею На Это Право Она Кивнула На Якобы Веранду И Я Догадалась Для Чего Она Здесь Стену Снесли Вовсе Не Ради Морских Красот Это Самая Настоящая Плаха Если Судьи Выносили Обвинительный Вердикт Его Тут же Приводили В Исполнение Скидывали Преступника В Море И Не Надо Далеко Ходить Очень Удобно Послушать Гунхильду Я Из Этого Зала Уже Не Выйду Не Верилась Что Моя Новая Жизнь Закончится Так Быстро И Бесславно Только Узнать Вердикт Судьи Мне Сегодня Было Не Суждено В Зал Вбежал Запыхавшийся Мальчик Он Говорил Быстро Сбиваясь Из-за Одышки Я Не Разобрала Ни Слово Но Не Надо Владеть Языком Чтобы Понять Случилась Беда Все Вскочили С мест Заметались И только Я Вздохнула С облегчением Вынесение Приговора Откладывается Чтобы Там Не Стряслось Я Этому Рада Вскоре Хаотичное Движение Приобрело Направленность Люди Устремились К выходу Я В том Числе Что-то Будто Толкало Меня В спину И Отнюдь Непростое Любопытство Я Обязана Быть Там Со Всеми Откуда То Знала Что Это Важно А Главное Поможет Мне Я Списала Странные Ощущения На Память Тела И Доверилась Ему Другого Союзника Все Равно Нет Вслед За Огунхильдой Вышла На Грязный Двор Где Земля От Сырости Превратилась В Месиво Поднялась Вместе С ней По Каменной Лестнице На Стену Откуда Открывался Вид На Дорогу К Воротам Рва Не Была И Всадники Вызвавшие Переполох Подъехали К Воротам Их Было Четверо Но Вдалеке Виднилось Еще Как Минимум Пятьдесят Наездников Я Плохо Разбираюсь В Военном Деле Но Даже Мне Ясно Что Нас Берут В Осаду И Возможно Скоро Будет Штурм Но Прежде Начались Переговоры Вперед Выехал Всадник С накинутым Поверх Одежды Меховым Плащом Капюшон Скрывал Его Лицо Но Мне Хватило Вида Плеч Передо Мной Воин И Сильный Плащ Зрительно Увеличивал И без Того Мощную Фигуру И Я Почувствовала Себя Маленькой Жалкой А Ведь Мужчина Пока По ту Сторону Ворот Что Будет Если Он Войдет В Крепость Я Знаю Что Вилфред Мертв Кто Тебе Донес Сторвальд Выкрикнула Свекровь Свесившись Со стены Высота Которой Была Метров Пять Переговариваться И даже Видеть Друг Друг Можно Без Проблем Мужчина Снял Капюшон И Запрокинул Голову Не Все Люди Так Верны Тебе Как Ты Думаешь Я С Интересом Рассматривала Незнакомца Его Чуть Раскосые Внимательные Как У Хищной Птицы У Него Были Выбриты Виски И Затылок В Каштановые Волосы Кто-то Вплел Синюю Ленточку Точнее Когда-то Лента Была Синей Сейчас Цвет Едва Угадывался И Я Скорее Почувствовала Что Она Синя Под Цвет Его Глаз Чем Увидела В Мужчине Ощущалась Сталь Он Непростой Переговорщик Не Удивлюсь Если Всадники Подчиняются Ему И Тут Он Заметил Меня Его Взгляд Выхватил Меня Из Толпы На Стене И Уже Не Отпускал Словно Я Животное Угодившее В селки Я Вцепилась В камень Чтобы Не Упасть Так Резко Закружилась Голова Алиана Губы Мужчины Растянулись В улыбке Но Ее Нельзя Это В твоих Интересах Я Молчала Не Знаю Что Ответить Теперь На Меня Смотрел Не Только Воин За Стеной Но И Те Кто Стоял Рядом Они Как Будто Чего То Ждали Не Ужели Мы Его Решение Я Знаю Что Гунхильда Приготовила Для Тебя Не Пустишь Меня И Погибнешь Я Клянусь Что Ни Тебя Ни Твоего Сына Не Тронут При Упоминании Ивора Сердце Болезненно Сжалось Его Судьба Тревожила Куда Больше Моей Собственной Я Лихорадочно Соображала Рядовые Жители Крепости В курсе Смерти Ее Хозяина Но Им Не Сказали Что В Убийстве Обвиняют Меня Это Скрывают Недаром На Суд Не Пустили Посторонних Для Местных Я Вдова Господина Мое Слово Что Я Могу Это Сделать Я Понимала Что Он Представляет Угрозу И Немалую Но Выбирать Приходилось Меньше Из Зол Свекровь Убьет Меня При Первой Возможности По Мнению Гунхильде Я Лишила Жизни Ее Сына А Незнакомец Обещал Неприкосновенность Где-то Я Читала Что В Стародавние Времена Честь Была Превыше Всего Если Мужчина Дал Слово Он Держал Его До Последнего Хотелось Верить Что Здесь Действуют Те Же Законы Не Вздумай Гунхильда Уловила Мой Настрой Он Ненавидит Тебя Надо Быть Дурой Чтобы Надеяться Что Он Снова Попадет Под Твои Чары Если Впустишь Его Он Превратит Твою Жизнь В Кошмар Но Я Хотя Буду Жить Заметила Она Это Я Хорошо Его Знаю Он Все Таки Мой Сын Я Говорю Тебе Не Открывай Ворота Уж Лучше Смерть Чем То Что Он Сделает С Тобой От Удивления Я Чуть Не Свалилась Со Стены Вот Так Новость Это Не Просто Воин А Мой Деверь Что Он За Человек Если Родная Мать Советует Его Не Пускать Но Будь В Ее Глазах Страх Ни За Что Бо Не Приказала Открыть Ворота Но Его Там Не Было Злость И Ненависть Ко Мне Старые Обиды На Сына Все Присутствовало Но Она Не Боялась И Я Сочла Ее Слова Желанием Меня Запугать Я Выбираю Жизнь Какой Бы Она Была С Этими Словами Кивнула Воинам У Но Что-то Исправить Было Поздно Захватчики Вошли В Крепость